В Ливень, размытыми проливными дождями, сельскими дорогами, запорожские полицейские направляются к нужному дому. Отсюда они должны вывезти в Запорожье семью с тремя детьми. Самому младшему Ярославу нет еще и двух лет. И именно он больше всех боится, когда россияне обстреливают в село, рассказывает мама мальчика Татьяна. Дети боятся. Самый младший ночами не спит. Боится, говорит. Бабах, бабах. Чаще всего по селу противник бьет из-за артиллерии. От снарядов семья может спрятаться лишь в доме. Да и он уже поврежден взрывной волной. В коридор выходит. То есть, даже когда громыхнет, то лучше в коридор, чтобы можно было выскочить. С целью безопасности перед эвакуацией правоохранители надевают на детей каски и бронежилеты. Взрослые выносят вещи, которые сложили в дорогу. И все вместе ждут транспорт. Из-за непогоды проехать сельскими дорогами непросто. Полицейские сообщают. Несмотря на опасность, в селе до сих пор остаются жить семьи с детьми. И с каждой такой семьей проводят разъяснительную работу. Мы знакомимся с семьями, в которых воспитываются дети. Предлагаем этим семьям эвакуацию в более безопасные места. А также в ходе беседы предлагаем жилье, питание, более-менее безопасные территории. Некоторые соглашаются практически сразу, потому что понимают всю опасность, в которой находятся дети. Но есть и такие родители, которых приходится уговаривать и посещать не один раз, говорят полицейские. Именно поэтому в каждой эвакуационной группе есть психологи. К сожалению, психика человека привыкает и адаптируется ко всему. И они уже привыкли к этим постоянным обстрелам. И поэтому моя задача объяснить людям, что они просто привыкли, что им здесь нехорошо. Они просто привыкли, и что подвергать опасности своих детей – это очень плохо. Психологи отмечают, труднее решиться на эвакуацию с семьям, имеющим домашних животных, которых они не могут забрать с собой. Оставить дома собаку, кошку и шестерых котят пришлось и Татьяне. Пока хозяев не будет дома, за всеми ими присмотрят родственники. Семья же тем временем отправилась в путь. В Запорожьях разместили в одном из учреждений, где заботятся о переселенцах. Уютно и вроде бы спокойно. Сначала позастилать все, порядок, а потом познакомиться со всеми. Эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов продолжается. Правоохранители помогают выехать в более безопасные районы не только семьям с детьми, но и всем, кто обращается за помощью.